На Кубань 24 продолжается дневное информационное вещание. Это тема дня. Меня зовут Кристина Пиных. Здравствуйте. Если у вас есть вопросы, можно их задать по номеру WhatsApp. Телефон прямого эфира сейчас на экране. Обязательно опишите. Спросить наверняка будет, что в этом часе обсуждаем волнующую краснодарцев тему смену газового поставщика в городе, заключение новых договоров. Напомню, что с 2019 года жители краевого центра должны перечислять платежи в адрес компании «Газпром Межрегион Газ Краснодар». Она является единым региональным поставщиком. Из цепочки исключили посредника «Краснодар Горгаз». Для перехода нужно было к январю заполнить аферту. Бланки были разусланы горожанам по почте. Как прошла эта процедура? Что делать тем, кто пропустил все сроки? Это обсуждаем вместе. Присоединяйтесь. Подробно все готов объяснить наш эксперт в студии телеканала Константин Крикнин, начальник группы по связям с общественностью компании «Газпром Межрегион Газ Краснодар». Константин Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Ну, действительно, тема актуальна. И первые дни года, не только первые дни рабочие, но вообще первые дни года показали, что краснодарцы вдруг вспомнили о том, о чем мы говорили, честно говоря, с августа. И очень активно. Да, и вспомнили активно. У нас телефоны красные. Но, если скажу, что рабочий год для многих наших сотрудников начался на неделю раньше, чем для всей остальной страны, это, наверное, о чем-то скажет. Действительно, сменился поставщик. Теперь в крае с 1 января нет ни одного муниципального образования города-поселка, где бы не работал... Газпром Межрегион Газ. Да, главный поставщик газа. На традиционный вопрос, зачем это сделано, мы отвечаем так же традиционно. Есть федеральное законодательство, которое предусматривает, что поставщик газа напрямую должен поставлять газ потребителям, конечным потребителям, в данном случае жителям, абонентам. И, наконец-то, оно введено в исполнение. Да, да, да. Уникальная была ситуация в Краснодаре. Ну, исторически так сложилось. Мы не выдаемся в какие-то экономические и политические подробности. Но была несколько противоестественная ситуация. Сейчас с головы ставится на ноги. Что делать тем людям, кто пропустил все сроки и не сделал это к началу Нового года? Честно скажу, я, ваш клиент, я такой же человек. Кристина, вы не поверите, но вы не одна в такой ситуации. Да, мы говорили всем, что до первого числа, до первого января надо, как минимум, оферту заполнить и передать нам тем или иным способом. Это сделано отчасти. По состоянию на сегодня, мы считаем, кстати, это хороший результат, около 60 тысяч договоров мы оформили, подписали. Из 280 тысяч. Ну, честно говоря, сумасшедшая цифра в истории современной России. Мягко говоря, немного примеров, когда такая огромная масса абонентов переходит от одного поставщика к другому. Что вам нужно сделать? Вам желательно все-таки заполнить оферту. Вот мы, кстати, покажем сейчас, как она выглядит. Для тех, кто не знает, может быть, не видел. Кстати, Константин Анакентьевич, а где можно найти такой бланк, образец, если вдруг вы его не обнаружили в своем почтовом ящике? Да. Или выбросили вместе с рекламной продукцией. Ну, как я. Мы немножко поговорили перед эфиром. Значит, ну, самым продвинутым, конечно, мы рекомендуем зайти на наш сайт. Кириллицей.мрг.краснодар.рф Там у нас целый раздел «Газ для Краснодара». Скачивается, заполняется, пересылается, в том числе и в сканированном, и в фотографированном виде можно отослать. У нас до конца января, еще раз подчеркну, только до конца января во всех почтовых отделениях города есть специальные ящики. Круп там написано «Для оферты Газпром и регион Газ Краснодара». Туда раз. И заполненная и отправленная вами оферта будет считаться как бы преддоговором. Мы с вами можем устроить уже достаточно правовые отношения после этого. и заносим у вас в базу данную, дальше идут вам счета, идут от вас платежи, передача показаний счетчиков. Это серьезно. А непосредственно договоры, конечно, можно оформить и сейчас, и в конце года они оформлялись достаточно активно. Но большей частью они будут оформлены, видимо, в ближайшие месяцы. Когда к вам, Кристина, таким как вы, созвонившись, списавшись, придут наши специалисты и на основании уже данных оферты принесут договор. Вы сверите данные и живьем подпишите этот договор. Многие спрашивают, можно ли дистанционно по электронной почте оформить договор именно. Ответ нет. Федеральное законодательство этого не предусматривает. Вообще, оформление договора штука непростая, требует много документов. Главный документ, это, конечно, документ, подтверждающий право собственности человека на то помещение. Самое главное, давайте сейчас сроки обозначим, когда нужно краснодарцам обязательно заполнить вот такой договор оферты. Сроки вчера. Да, но мы понимаем, ситуация уникальная. Я вам говорю, для России она уникальная. Поэтому заполняете, отправляете. Чем раньше этого сделаете, тем более четкими правовыми отношения наши будут. А там, где правовые отношения, там и финансовые, извините. Вам разве хочется получать, скажем так, дополнительные начисления за потребленный газ? Скажем, не полторы тысячи в месяц, а там тысяча восемьсот, две тысячи в месяц. Мне, кстати, сейчас режиссеры подсказывают, что уже появились вопросы по нашему номеру ватсап. И вот как раз-таки один из вопросов так и звучит. Что будет, если я не заключу этот договор? Ну, я, вы знаете, я отвечаю просто. Вы хотите потреблять газ? Ну, обычно люди говорят, ну, в общем-то, да. Но, а как в бездоговорном формате потребления газа невозможно. Это запрещено действующим законом. Причем эти законы не муниципальные, не региональные. Это общероссийские законы. Поэтому договор нужен при любой погоде. И мы, более того, рано или поздно с вами заключим. Но если вы категорически отказываетесь от заключения договора, из этого следует очень простая вещь. У вас не будет газа. Прям грозят отключением, да? Это все грозит отключением, все очень серьезно. В перспективе, разумеется, да. Когда 1 января, те люди, которые не заполнили аферту, не заключили с нами договор, по-прежнему получают газ. И так же им пользуются. Это наш газ, Газпромежрегион, газ Краснодар. Но кто-то, если пойдет на совершенно принципиальные отношения словами, вот хочу газ от Горгаза, а не от вас. То это абсолютно тупиковый путь в Горгазе, теперь газа нет. Газ есть. У нас, как вы сказали вначале, у единого поставщика газа нет. Да, посредник исключился. Я напомню, что у нас работает телефон горячей линии 8918-126-00. Он сейчас есть на экране. Поступает еще один вопрос. Дарья из Краснодара, мне сейчас подсказывает, интересуется, нужно ли со смены поставщика ставить еще счетчик на газ себе? Или только заключением договора? Вы знаете, если ваш договор с Горгазом не предусматривал счетчик, то счетчик и ставить не надо. Вообще тенденция в стране достаточно простая. Все энергоресурсы, газ-энергоресурсы, они должны учитываться приборами учета. Законодательство, опять же, предусматривает, что если человек использует плиту, как мы казенно говорим, для пищеприготовления, и, скажем, газовый котел, то для такого набора оборудования не требуется счетчик. То есть, есть некие нормативы, и по ним люди платят годами. Но мы, конечно, рекомендуем счетчик. Оно надежнее, оно прозрачнее, оно финансово выгоднее в конечном счете. Однако, еще раз говорю, если предыдущий договор не предусматривал, ничего страшного, перезаключайте с нами договор, и все будет хорошо. Какие дивиденды потребителям несет, дает этот переход? Может быть, станет удобнее оплачивать услуги? Вопрос, конечно, очень интересный. У нас многочисленные сервисы, в первую очередь дистанционные, с тем, чтобы людям, не выходя из дома, можно было платить за газ. Вот у меня, я такой же абонент, как вы, у меня платеж занимает примерно полторы минуты в месяц. Через наш сайт, mrg.crasnodar.rf, там несколько даже вариантов у меня есть, как у абонента. Полторы минуты, я засекал. Действительно. Мы, структура Газпромовская, часть Большого Газпрома. Газпром все время развивает свои возможности, в первую очередь обращенные к человеку. Мы используем общефедеральные сервисы. И платить, я думаю, сейчас достаточно удобно, завтра будет еще удобнее. Сейчас для заключения договоров мы открыли два дополнительных офиса в Краснодаре. Это 40 лет октября 34, и Ставропольская 312. Есть еще офис, который многие знают, это Октябрьская 44. Туда можно прийти живьем. Для тех, кто любит традиционные спорты. Да, заплатить, оформить договор, принести оферту, все что угодно в рабочий день. Я, конечно, бы многих подослал основу к нашему сайту. Там много информации, мы ее пополняем, актуализируем буквально каждый день. Я вот сейчас поехал на эфир, а мои коллеги новую страничку запустили. Она, думаю, уже стоит на сайте. Тот, кто не привык к таким вещам, вот три места. Завтра, надеюсь, будет и четыре, и пять. Но сейчас мы работаем вот этими тремя офисами по Краснодару. А как долго проработать дополнительные офисы для перехода краснодарцев? Пока у краснодарцев будет наш газ. Столько они будут работать. Они будут работать в постоянном режиме. Это не временные помещения, они постоянные у нас. Коллеги-режиссеры снова подсказывают. Есть вопрос, довольно традиционный от Елены из Краснодара. Изменится ли тариф в связи с переходом? Нет, тариф, во-первых, он утвержден в конце декабря региональной энергетической комиссией. Тариф устанавливаем не мы, а государство в лице вот такого регионального управленческого, что ли, звена. Региональная энергетическая комиссия Краснодарского края. Сейчас тариф выглядит как 5 рублей 37 копеек. Он изменился только на величину и увеличение НДС. Что происходит у нас по всей стране? У вас была интересная передача, где вы подробно прошли. Да, подробно это все мы разбирали. И еще один вопрос, я предупреждала вас, что зрители будут не останавливаться. Наталья из Краснодара интересуется, можно ли всю эту бумажную волокиту, хотя ее на самом деле не очень-то и много, переложить на старшую по подъезду, управляющую по дому или управляющую компанию, в конце концов. Если у вас был договор прямой, обратите внимание, мы очень бережно стараемся сохранить то, что было десятилетиями и формировалось. Если у вас был договор прямой с Горгазом, по всей логике вам прямой договор надо делать. Если у вас был договор с управляющей компанией, с ТСЖ, с ЖКХ, УКХ и так далее, по логике тоже. Много разговоров и споров на эту стадию, на стадии заключения договоров идет. Делайте, как вам удобно. Хотите всем домом в одну кассу, ради бога. Хотите индивидуально, тоже ради бога. Мы согласны с любым вариантом, наша задача вас обеспечить газом нужного качества. Газ идет по ГОСТу, это очень серьезно, у него есть свои качественные характеристики. Ваша задача информировать нас о том, сколько вы потребили и оплатить, естественно, вовремя. Да, и давайте все-таки подытожим нашу беседу. Самый оптимальный, на ваш взгляд, способ отнести, заполнить договор оферты и потом заключить финальный договор с компанией «Газпромежрегион Газкраснодар». Каков? Есть такой вариант вкратце, такой вариант и такой. Хорошо. Самый простой и понятный вариант. Заполняется оферта и отправляется нам. Оферту можно найти на сайте «Газпромежрегион Газкраснодар», если что, если кто не помнит на всякий случай. Да. Вариант второй. Вы являетесь в наш офис, один из трех. Адреса тоже на сайте можно найти. Да, да, разумеется. Адреса, телефон, режим работы, схема, внешний вид здания, где мы расположены. Есть все. Созвонившись желательно, с набором документов определенных, прийти и заключить полноценный договор. Вот два основных варианта. Если вы просто офертой ограничиваетесь, то знаете, что через некоторое время мы придем к вам уже с полноценным договором и заключим. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был и Константин Крикнин, начальник группы по связям с общественностью компании «Газпромежрегион Газкраснодар».